Таким образом, Аллах никого не притесняет. Аллах не наказывает никого без предъявления Ему довода. Только когда доходят посланники. Когда предъявлен худжа. «Не наказывай мы, пока не посылаем посланника». И поэтому те, до кого не дошел довод посланников, как Аглюль-Фатра. Аглюль-Фатра это кто? Те люди, которые жили в такой период, когда не было посланников, не было пророков. То есть до них не дошел довод в виде послания пророческого. Аглюль-Фатра. Или дети многобожников. Те люди, до которых не дошел призыв, потому что они были вот так оторваны от мира. Или люди, которые были глухи и не могли слышать. Или люди, которые были лишены разума и не могли понимать. Или люди, которые были глухи и не могли слышать. Не могли разуметь, что им говорится. Аллах, Субханава Таалли, не будет их наказывать. Аглюль-Фатра. Поэтому есть такой термин. Аглюль-Фатра. Люди, Фатра. То есть вот этого периода, когда что не было пророков. Аглюль-Фатра. Аллах, Субханава Таалли, не наказывает их. Аллах, Субханава Таалли, не вернет их наказание. Почему? Потому что не пришел довод в виде посланника. Все сводится к чему? К вере посланников. Пока нет этого довода в виде посланника, человек не наказывается. И об этом говорит пророк Али Сарату Ассалам. Это хадис, достоверный хадис, который приводится от Ас-Суад Абн-Сария, одного из подвижников пророка Али Сарату Ассалам. Что пророк Али Сарату Ассалам, он сказал, четыре человека в судный день. Будет четыре человека. Первый человек глухой, который ничего не слышит. Второй это человек сумасшедший, или глупый, сумасшедший человек, то есть умалишенный человек. Второе. Третий человек, который уже достиг глубокой старости, когда уже человек не понимает. И четвертый человек, который умер в период отсутствия посланников. Фатра. Четверо. Что будет с ними? Тот, который был глух, он скажет, о мой Господь, пришел Ислам, а я ничего не слышал. Я не мог слышать. Тот, который сумасшедший, умалишенный, он скажет, о Господь мой, пришел Ислам, а дети, они бросали в меня навоз. Ну, то есть сумасшедший человек, умалишенный. И поэтому дети, глупые дети, неразумные, они видят сумасшедший какой-то человек, да, умалишенный, они играются с ним, насмехаются над ним, бросают в него навоз. Навоз, яхзифунаму бильбар. Уаммал харим фаякуль, раби ля каджаал ислам, ва ма акилю шейха. Тот, который достиг глубокой старости, он скажет, о Господь, мой пришел Ислам, а я уже ничего не разумел. Уаммал азима тафиль фатра фаякуль, раби ма атаани ля ка расул. Тот, который жил в период фатра, то есть отсутствие посланников, скажет, о Господь мой, не пришел от Тебя ко мне посланник. И тогда Аллах, субханава тааля, возьмет с них завет, что они подчинятся Ему. Аллах, субханава тааля, возьмет с них завет, что они непременно послушают Ему. Это все будет в судный день. В судный день. Фаюрсалю алейхим, фаюрсалю алейхим, анидуху луннар. И пошлет к ним Аллах, субханава тааля, для испытания посланника в судный день, который скажет им, войдите в огонь, войдите в ад. И пророк, алейх субханава тааля, говорит, фаваллязий нафсу Мухаммадин би-яди, лаудахалуха лаканат алейхим бардан ва салама. Клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада, если они войдут в этот огонь, то этот огонь окажется для них прохладой и безопасностью. Это вот довод на то, о чем мы с вами говорим. Книга о развлечении между угодниками всемилостивого Аллаха и угодниками шайтана.